Мы трудимся для вас, поймите наши чувства. Мы думаем о вас и вечером, и днём. Расскажут вам сейчас работники искусства, как нужно отдыхать. Давайте отдохнём. Итак, для отдыха нам разное дано, и каждый получает то, что хочет. Один вино, кино и домино, другой путёвку в Ялту или Сочи. ПЕСНЯ Шутка. Шутка. Пока, шутка. И вот, и вот, что поражает наши чувства и очень укрепляет организм. Высокое, прекрасное искусство, да. Пяток обнажённый плюрализм. И, эх, это, я говорю, кого когда, кого-то утром рано, кого-то вечером, кого-то днём, но приглашают нас в телеэкраны и говорят, давайте отдохнём. А мне-то ничего ещё не до шуток. От тех них кадров разве отдохнёшь? На прелести этих валютных проституток насмотрись, и ночью не уснёшь. Ну что это такое в самом деле? Не успеваешь дух перевести? Стреляют, режут, валют на постели и под панфары прямо. И это, господи, прости. И сейчас такая гласность навалилась. Все на экранах холы попадря. Да раньше нам такое и не снилось, что нынче девки, мальчики творят. Поэтому-то вы мне поймёте, да ну их всех горей, а не огнём. Потому что лучше мне подохнуть на болоте. Вот, а говорят, давайте отдохнём. И ежели внимательно взглянуть, то по законам нашей демократии, кто пашет в поле, кто на предприятии, художники, сапожники, писатели и также представитель аппаратий, любой трудяга может отдохнуть. У тебя персональный оклад, потому что ты попал в аппарат. Есть машина и дом, но и дача при том, на высоком берегу накруток. Целый день я стою за станком, а ты дремать приезжаешь в обком, словно я на одном, а ты на другом, на высоком берегу накруток. А нашему небесному родному аппарату, как самому полезному прибавили зарплату. И как бы мы ни бегали, как бы ни старались, а ваши привилегии и были, и остались. Так что мы на одном, но вы на другом, на высоком берегу накруток. Так что мы на одном, но вы на другом, на высоком берегу накруток. И иные, иные отправляются в круиз, как говорят, лови за хвост удачу. Другие путешествуют без виз, от дома в лучшем случае на дачу. Я о море не вздыхаю, скромно, как и все. Я на речке отдыхаю, в средней полосе. Просыпаюсь утром рано, я на берегу. Правда, в речке не купаюсь, шкуру берегу. И напрасно тратить нервы мне не понутру. Я сюда с собой консервы рыбные беру. Может, рыбу потребляет тот, кто очень смел. А я вам честно заявляю, я ухунел. Передохла в речке рыба, сохнут камыши. Ну, кому сказать спасибо от всей души? Может, хоть где-то близко я его зову. Приходи сюда, редиска, я тебе пасть порву. Бывает так, что иногда обижаются авторы тех произведений, на которые делаются пародии. Не исполнители в основном, а те, кто тексты пишет. Обижаются, но напрасно в большинстве случаев, потому что, как говорится, сами напишут, а потом обижаются. Группа, допустим, звуки му. Звуки му, такая группа есть. Она такая вся в дыму. Она поет такую песню, значит. Парень весь такой измученный. Песня такая серьезная очень. Про любовь такая, ну. А ты не та-та-та! Та-та-та! Ты не та! Э-э-э! А если да-да-да! Да-да-да! Вот и да! И все. А много таких песен? Много! Много! Вот у Юрия Антонова тоже песня есть такая «Только в полете живут самолеты». Там все нормально, просто я ничего не меняю, просто он спою, запев один и все. Там мне поможет. Там мне поможет. А мы не увидимся уже. Только в полете живут самолеты. Нам времена нелегкие достались, и мы принять готовы этот бой. И чтоб нигде над нами не смеялись, давайте посмеемся над собой. Я от души вам говорю, поверьте, мы жизнь свою как надо повернем. Давайте посмеемся на концерте. Я говорю, давайте отдохнем. Отдохнем. Вы слышали знакомые мелодии и видели знакомые штрихи. Не надо обижаться на пародии, на музыку, на прозу, на стихи. Профессию артиста уважаем мы, всегда ее готовы поддержать. Артистам надо быть неподражаемым, тогда тебе и будут подражать. Звучит пародия, как эхо, и словно эхо в зале смех. А я хочу сказать без смеха, что это общий наш успех. Звучит пародия, как эхо, и словно эхо в зале смех. А я хочу сказать без смеха, что это общий наш успех.